МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Воспоминания длиной век. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила со столетиям участницу Великой Отечественной войны, защитницу Ленинграда Валентину Щербакову. Оборудовали варкаут-площадку, устанавливают мафы. В Куйбышевском районе Самары завершается благоустройство двора по губернаторскому проекту содействия. 1 декабря истекает срок оплаты имущественных налогов за 22-й год. Как заплатить, не обращаясь в инспекцию? Губернатор Дмитрий Азаров назвал визит в КНР «Республику» успешным для Самарской области. На форуме «Один пояс, один путь» глава региона совместно с представителями крупных компаний области провела ряд переговоров с давними и потенциальными партнерами из КНР, которые готовы к реализации совместных инвестиционных проектов. Была рассмотрена возможность размещения на территории особоэкономической зоны Тольятти еще одного крупного предприятия, которое успешно работает в машиностроительной отрасли. Во время встречи с руководителем компании Дмитрий Азаров выразил заинтересованность в партнерстве, а также уверенность в том, что совместная подготовительная работа приведет к успешному результату. Сегодня Самарская область готова к сотрудничеству. За последние несколько лет было открыто более 100 новых производств в различных секторах экономики. Это позволило создать дополнительно свыше 50 тысяч рабочих мест. Ранее в 63-м регионе было заключено соглашение о сотрудничестве с шестью провинциями и двумя городами КНР. Губернатор отметил, что на полях форума встречи с потенциальными партнерами прошли не в первый раз. Эта работа ведется на системной основе. Глава администрации Волжского района Евгений Макридин сообщил, что принял решение об уходе со своего поста. Об этом он написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Глава подчеркнул, что подал в отставку в связи с переходом на другую работу. Напомним, вчера, 18 октября, глава Новокуйбышевска Сергей Марков также официально покинул свой пост. Покинул свой пост по собственному желанию и заместитель главы городского округа Самары, руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. Новым заместителем главы и руководителем департамента назначен Александр Андреянов. Сегодня столетний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Валентина Щербакова. Она прошла блокадный Ленинград, всю войну работала на победу, а сейчас рассказывает подрастающему поколению о подвигах своих современников. К поздравлениям присоединилась и глава города Елена Лапушкина. Подробности в сюжете Галины Топилиной. Начало войны Валентина Щербакова никогда не забудет. 18 июня 1941 года в ленинградской школе отгремел выпускной. Девушка планировала поступать в медицинский институт. Но спустя четыре дня по радиоприемнику вместо утренней зарядки она услышала слова диктора о начале войны. Всю блокаду Валентина Николаевна вместе с семьей оставалась в Ленинграде. Даже когда появилась возможность уехать, родной город не оставила. Валентина ухаживала за ранеными, работала монтёром радиоузла на сортировочной станции, участвовала в добыче торфа. Родители очень беспокоились, ходили по всем инстанциям, потому что он по радио уже идет то один город, то станцию занимает, то деревню какую-то занимает, а где мы, где-то в районе, неизвестно. После окончания войны вышла замуж за военного. Уехала с семьей сначала в Белоруссию, потом на Камчатку. В конце 50-х семья перебралась в Куйбышев. Сегодня у Валентины Николаевны двое сыновей, четверо внуков и восемь правнуков. Все они гордятся ее подвигом. Конечно, это все надо прочувствовать. Это так ведь не расскажешь, как у них там, как она лазила по столбам по этим, с этими цепями, с этой аппаратурой. Холодно, а во время блокады мороз сильный был. Он говорит, лезешь, не знаешь, руки, ноги живы, целы, не знаю. Ну, связь надо делать. Ну, как-то не верится, что маму 100 лет. Это мне уже 75. Но мама – это мама. И мы всегда ее и уважали, и уважаем, и уважаем. Сегодня Валентина Николаевна ведет активный образ жизни. Проводит уроки мужества в школах, города. Наизусть знает все даты и события. Мобильные номера телефонов всех своих родственников. 19 октября Валентина Николаевна отмечает 100-летний юбилей. Большой праздник по этому поводу организовали участники общественной организации ветеранов войны. Она всегда с молодежью работает. И по роду своей работы. Муж военный был. Они перемещались место на место. Она прошла блокаду девчонкой молодой совсем. И до сих пор в школах, вот 100 лет, она не смогла в этом году принять участие в возложении цветов в праздник освобождения Ленинграда от блокады. И так переживала, так переживала. Всегда принимает участие во всех мероприятиях. Всегда. А знаете, как бегает? В здравом рассудке и в уме. Вперед нас бежит. Поздравить Валентину Николаевну с юбилеем приехали представители администрации, городской и губернской думы, участники общественных организаций. К поздравлениям присоединилась и глава города Елена Лапушкина. Она вручила почетный знак губернатора Самарской области за заслуги в развитии ветеранского движения. И зачитала поздравительный адрес от имени губернатора Дмитрия Азарова. Отдельная благодарность вам за патриотическое воспитание молодежи, активную общественную работу на благо Самарской области, на благо России. Вы многое сделали для защиты прав и интересов ветеранов, в том числе жителей блокадного Ленинграда. Вся ваша жизнь – это яркий пример честного, самотвержденного труда, стойкости и мужества. От себя глава города пожелала Валентине Щербаковой крепкого здоровья, мирного неба над головой и вручила почетную грамоту с почетным знаком городского округа Самара. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. По прогнозу гидрометцентра, выходные в Самаре будут дождливыми. В связи с этим первый вице-мэр Владимир Василенко поручил коммунальным службам города быть готовыми оперативно устранять все последствия, которые могут возникнуть из-за двухдневного ливня. Актуальные задачи по содержанию города обсуждали сегодня в ходе совещания в Департаменте городского хозяйства и экологии. Говорили также и про отопительный сезон. Детали узнала наша съемочная группа. Осадки до 29 мм в течение дня. Такой прогноз на ближайшие выходные представили специалисты Приволжского гидрометцентра. В связи с затяжным ливнем, который может обрушиться на Самару, служба города переведены в режим повышенной готовности. Коммунальщикам в первую очередь предстоит активно откачивать воду на тех участках города, где вероятность скопления велика. По поручению вице-мэра Владимира Василенко на улицах Самары разместят 12 бойлеров. Также первый заместитель главы призвал компетентные службы избегать ненужной самодеятельности и ни в коем случае не открывать люки канализационной системы для схода воды. Это чего-то последствиями как для участников уличной дорожной сети, в том числе квартальной и дворовых проездок, так и по безопасности граждан. Кто-то открыл несанкционированно крышку колодца и забыл ее закрыть. И человек может попасть в нее. Актуальные задачи по содержанию города в период поздней осени и зимы обсуждали сегодня во время совещания в Департаменте городского хозяйства и экологии. Впереди заморозки и отрицательные температуры. Может образовываться наледь. Для борьбы с ней ориентировочно к 30 октября в Самаре начнут выставлять ящики с песчано-солевой смесью. Контейнеры появятся в том числе на дорогах рядом со спусками и подъемами. В дальнейшем для борьбы с осадками будут использовать современные реагенты. Говорили во время совещания и об отопительном сезоне. С 18 сентября заблаговременно тепло начали подавать на объекты соцсферы. Такой подход позволил лучше подготовиться к заморозкам. Одними из первых к отоплению подключили дома ребенка, детские сады и другие социальные учреждения, где люди проводят большую часть дня. В группах очень тепло. Детки ходят в шортиках, в маечках. Родители довольны. То, что стартовал отопительный сезон и подготовка более в раннее время в этом году, это очень комфортно, так как температура не предугадается, погода. И я думаю, это лучше для образовательных учреждений. Практически полностью отапливается и жилищный фонд Самары. Степень готовности составляет 99,9%. Как отметил во время совещания Владимир Василенко, сейчас специалисты точечно работают на объектах, где возникли повреждения при пуске теплоносителя. В течение дня все проблемы должны быть устранены. Также первый вице-мэр отметил, что в текущем году пришло на 22% меньше обращений от самарцев, связанных с началом отопительного сезона. Такая динамика говорит о том, что в этом году качественнее провели ремонтную кампанию и заблаговременно начали подавать тепло. Благодаря этой работе возникло меньше трудностей, резюмировал Владимир Василенко. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. В Куйбышевском районе Самары скоро появится новая детская площадка, рассчитанная как для малышей, так и для подростков. Во дворе домов по улице Егорова оборудовали тротуар, устанавливают качели и лестницы. Какие работы еще предстоит выполнить по этому адресу и много ли дворов преобразилось в районе этим летом в нашем сюжете. Многодетная мама Мария Одинцова в Куйбышевском районе проживает много лет. Говорит, вместе с соседями давно мечтали преобразить пустырь, расположенный во дворе домов 10, 12 и 20 по улице Егорова. В прошлом году здесь появилась комбинированная площадка для игры в футбол и баскетбол, которую тут же облюбовали старшие сыновья Марии. А теперь появление детской площадки с нетерпением ждет младшая дочка Алиса. Работы начались этим летом по губернаторскому проекту «Содействие». Когда 10% от стоимости работ вносят жители, остальное оплачивают из региональной и городской казны. Начали собирать средства на финансирование. И очень большой отклик жителей был вообще по району. Все хотели как бы облагородить и прийти к какому-то общему решению. Тут сейчас район все молодеет и молодеет. И раньше это было много детей, а сейчас и приобретают квартиры. Тут район очень живой, молодой, много очень детей, много многодетных семей. Согласно проекту, площадка будет поделена на две зоны. Одна для подростков с турниками для воркаута, вторая для детей помладше, с качелями и лестницами. Сейчас сотрудники подрядной организации уже оборудовали тротуары и приступили к установке так называемых мафов, после чего на территории будет уложено антитравматичное резиновое покрытие. Здесь ничего не было, просто пустырь. Мы тут полностью и демонтаж, и монтаж. Строили дорожки, площадки, тут две площадки. На одной площадке будет детская площадка, где двойные качели и маленькая спортивная площадка. А за мной, который строят парни, там будет воркаут. Там в основном турники для пресса. Будет резиновое покрытие. У детей толщина будет большая, 4 см для безопасности, а у взрослых – сантиметровая. По словам районных властей, чем активнее жители, тем проще делать дворы уютнее и лучше. Выполнение работ по благоустройству лучше всего там, где больше всего вовлечены жители. И чем больше от них желания и взаимодействия с ТОСом, также с нами, тем лучше проекты получаются. В программе «Содействие» также есть отдельный показатель, как комплексное развитие территорий. Поэтому мы всегда за продолжать развивать площадки, чтобы было больше благополучателей. После установки мафов здесь появятся лавочки, урны, а газоны засыпят привезенным черноземом, чтобы жители совместно с сотрудниками ТОС смогли обустроить клумбы. Всего этим летом в Куйбышевском районе по проекту «Содействие» отремонтировали три двора. В поселке Завидово провели освещение, установили 110 фонарей, а в одном из дворов сделали ограждение газона. По программе формирование комфортной городской среды привели в порядок три двора, а также сделали новые внутриквартальные проезды и тротуары в 12 дворах. Виктория Шара и Петр Паломеев «События». 1 декабря истекает срок оплаты имущественных налогов за 2022 год. Удобнее и быстрее платить онлайн через сайт ФНС в личном кабинете налогоплательщика. В период массовой рассылки налоговых уведомлений свою деятельность на территории Самарской области развернули мобильные налоговые офисы. Их работу организуют на предприятиях, вузах и колледжах, торговых центрах, учреждениях культурно-спортивной сферы. В этот раз сотрудники налоговой инспекции приехали на базу крыльев советов, чтобы рассказать футболистам о преимуществах личного кабинета налогоплательщика. На встречу побывала Светлана Кудрявцева. Сотрудники налоговой инспекции организовали работу выездного налогового офиса на спортивной базе футбольного клуба «Крылья советов». Спортсменам рассказали о способах получения уведомлений, особенностях уплаты имущественных налогов в рамках единого налогового счета, возможностях получать информацию о задолженности через СМС-сообщение или электронную почту, а также о взаимодействии с налоговой через личный кабинет налогоплательщика. Личный кабинет налогоплательщика физических лиц расположен на официальном сайте ФНС России. www.nalog.gov.ru и позволяет гражданам строить отношения с налоговыми органами без посещения инспекции лично. Личный кабинет физического лица представляет налогоплательщикам широкий спектр возможностей, в том числе направлять налоговые декларации в электронном виде, отслеживать ход камеральной проверки. Также есть возможность оплачивать налоговые платежи онлайн. Защитник футбольного клуба «Крылья советов» Илья Гапонов уже давно пользуется личным кабинетом налогоплательщика через смартфон. Сервис позволяет внести деньги на электронный счет, и в дальнейшем налог оплачивается автоматически к нужному сроку. Напомним, оплатить имущественные налоги за прошлый год нужно не позднее 1 декабря этого года. Это позволяет экономить мое время. Как получил налоговое уведомление, сразу же оплатил его, не дожидаясь окончания, когда там 1 декабря получается. Чтобы оформить налоговый вычет, нужно создать в личном кабинете электронную цифровую подпись, выбрать налоговый вычет и пройти пошаговое заполнение декларации. Личный кабинет можно оформить, придя в налоговый, любой налоговый орган, получив пароль для доступа. Это удобно и налогоплательщику, потому что экономится его рабочее время и удобно нам. Отсутствует почтовая корреспонденция. То есть налогоплательщик может напрямую через личный кабинет обратиться по любому интересующему ему вопросу, задать нам вопрос, получить от нас ответ. У нас в Самарской области примерно 1 треть населения оформила личный кабинет. Напомним, что с 1 июля предусмотрена возможность получения налоговых уведомлений документов в электронной форме через личный кабинет на едином портале госуслуги. Для этого необходимо, чтобы налогоплательщик направил через госуслуги уведомления о необходимости получения таких документов. Самостоятельно разобраться и воспользоваться алгоритмом действий поможет промо-страница «Налоговое уведомление» на сайте Федеральной налоговой службы России. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других темах дня. В Самаре до 31 октября продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных мест, сжигания мусора, сухой растительности и отходов, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках. Администрация Самары настоятельно рекомендует гражданам быть особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности. За нарушение правил Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафа. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону 01 или 101 с мобильного телефона. В ближайшем будущем девятиклассники российских школ будут по-новому переходить в 10 класс или поступать в колледж. Об этом на встрече с родителями рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Сегодня для поступления в колледж не нужны результаты ЕГЭ или ОГЭ, требуется только аттестат. По словам главы ведомства, часто этот аттестат выдается девятикласснику лишь для того, чтобы он спокойно поступил в техникум или колледж. Сейчас средний балл по конкурсу аттестатов 4,7. Выходит, в колледжи уходят после 9 класса практически отличники, а слабоуспевающие идут в 10 класс. Изменения будут скоро, но не в этом году, резюмировал глава Рособорнадзора. На этой неделе специалисты продолжат проводить ремонтно-профилактические работы с кратковременным отключением холодной воды в Самаре. 19 октября сотрудники ресурсной компании будут менять сразу 8 задвижек диаметрами 200 и 400 мм на водоводе на проспекте Карла Маркса. Холодное водоснабжение будет отключено в некоторых домах по улице Алма-Атинской, Ташкентской, проспекту Карла Маркса, Черемшанской. Работы планируют провести с 10.00 19 октября до 6.00 20 октября. Жителям рекомендует сделать запас воды. Также будет организован подвоз питьевой воды бойлерами. Завершился второй региональный этап конкурса народной участковой. По итогам онлайн-голосования его победителем стал участковый по Кировскому району управления МВД России по городу Самаре старший лейтенант полиции Виталий Михайлин. Теперь ему предстоит принять участие в третьем федеральном этапе конкурса и побороться за звание лучшего участкового страны. С места службы офицера репортаж корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Участкового полиции Виталия Михайлина в лицо знают не только сослуживцы но и многие жители микрорайона где он и работает. А это участок где проживают почти 3,5 тысячи человек. Веренная ему территория спальный район города. Для жителей здесь важны тишина и покой. Ну у нас были жалобы на соседей хулиганили очень долго очень долго хулиганили мы ничего с соседями сделать не могли. Написали заявление я пошла обратилась к участковому все тут же приехали прям тут же приехали поговорили вообще прям вот красота тишина и покой стал вот вот так мы познакомились. Виталий Михайлин решил стать участковым потому что захотел помогать людям. В обязанности офицера входят пресечение уголовных преступлений и административных правонарушений беседа с гражданами и надзор за освободившимися из мест лишения свободы. Так как мы работаем с людьми которые осуждены и вышли с места лишения свободы данные лица встают к нам на административный контроль. После этого мы с ними проводим всякие разные беседы и направляем на путь истинный помогаем с работой и тому подобное. Виталий Михайлин решил принять участие в конкурсе Народный участковый МВД России. Сначала выиграл районный а затем и региональный этапы конкурса. Первые ощущения это были радости хочу сказать спасибо гражданам которые меня поддержали значит то что раз граждане меня поддержали они видят мою работу вот и за это хочу их поблагодарить буду дальше стремиться к определенным высотам также помогать людям. Теперь Виталию Михайлину предстоит участвовать в третьем федеральном этапе конкурса и побороться за звание лучшего участкового страны. Конкурс Народный участковый МВД России это масштабная акция которая призвана повысить уровень доверия населения к сотрудникам полиции. Проголосовать за Виталия Михайлина можно с 1 по 10 ноября. Светлана Тимофеева Николай Сидоров В Самаре появится аллея памяти выдающимся врачам Самарской области как сообщили в городской администрации аллея будет находиться на территории клиник медуниверситета где уже идет первый этап работ замена бордюров и укладка брусчатки там установят скульптуру бюста пяти выдающихся врачей Самарской области Александра Аменева Александр Краснова Тихона Ярошевского Георгия Ратнера Игоря Солдатова У подножия каждого памятника будет размещен QR-код с помощью которого можно узнать биографию ученого его научное открытие а также познакомиться с воспоминаниями современников и учеников о нем Путешествие в мир искусства в Самаре в библиотеке номер 15 прошел арт-час Самар театральная Читатели серебряного возраста познакомились с творчеством 20 известных театральных коллективов города а также узнали афишу на предстоящие выходные Ксения Баканова продолжит тему Ольга Родионова обожает театр для нее любой спектакль это маленькая жизнь каждая постановка вызывает бурю эмоций дает возможность погрустить или посмеяться а иногда задуматься о многих вещах однако прикоснуться к искусству не всегда получается из-за работы вечера обычно сильно загружены поэтому женщина пришла в местную библиотеку послужить лекцию о городских театрах Я с удовольствием послушала бы о новых постановках о изменениях в актерских составах если таковые есть о перспективах в каких фестивалях в каких знаковых событиях театр нашего города примут еще участие такое интеллектуальное лакомство такой эмоциональный изыск это не спеша прямо вдыхая не спеша как ликер маленьким глотками В Самаре в библиотеке номер 15 прошел арт-час Самара театральная гости ознакомились с историей городских театров и творчеством 20 коллективов играть на сцене нелегко актеры ежедневно отдают театру свои силы время, знания и опыт в каждую постановку они вкладывают сердце и душу а все для того чтобы услышать заветное браво ведь лучшая награда это любовь и улыбка зрителя Самарский академический театр оперы и балета один из крупнейших российских музыкальных театров открытие театра состоялось 1 июня 1931 года в зале библиотеки собрались читатели серебряного возраста организаторы говорят такие встречи для них полезны ведь пожилые люди тоже хотят оставаться в курсе событий которые происходят в городе вести активный образ жизни библиотекари напомнили читателям впереди выходные рассказали о том как провести их культурно и с пользой мы пригласили свободных жителей нашего микрорайона чтобы они смогли выбрать свой маршрут куда им пойти в выходной день какой выбрать театр после того как выступит библиотекарь у нас происходит чаепитие когда читатели могут поделиться и своим впечатлением и рассказать о том что они знают о происходящих событиях мероприятие прошло в рамках цикла литературно-культурная Самара Ксения Баканова Николай Епифанов События Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках Учебный центр муниципального предприятия трамвайно-троллейбусное управление приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса сообщает в телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей Муниципальное предприятие трамвайно-троллейбусное управление гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату полный соцпакет возможность выбора рабочего графика бесплатный проезд а также общежитие Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы Узнать подробнее о вакансиях а также задать вопросы можно по телефону 309 95 35 и 309 95 91 Жителям Самары в телеграм-канале Департамента опеки напоминают о размерах ежемесячных выплат для замещающих родителей оформивших опеку над ребенком для приемных и патронатных семей в 2023 году За оформлением выплаты можно обратиться в районный отдел опеки и попечительства по месту жительства Адреса и телефоны районных отделов опеки городского округа Самара можно найти по опубликованной на экране ссылке В музее имени Алабина открылась выставка художников из городов Луганской и Донецкой народных республик Запорожской области сообщают в телеграм-канале Ленинского района Это художественное высказывание от людей, много лет живущих на Донбассе В их работах глубокое сопереживание и надежда на скорое наступление мира Выставка будет открыта с 19 по 29 октября Посетить ее можно бесплатно сообщает официальный канал администрации Ленинского района На этом наш выпуск завершен Всего вам доброго и до встречи Редактор субтитров А.Семкин